Временно исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области посетил сегодня тепличное хозяйство овощевод в Волжском. Директор группы компании «Радиш», в которую входит овощевод Юрий Сударев, провел для главы региона и своих коллег из бизнес-сообщества небольшую экскурсию по тепличному хозяйству, а также показал площадку, зарезервированную под новую сортировочную базу, в которой компания стала нуждаться при расширении производства. В этом месте будет находиться распределительная оценка, сюда будут приезжать продукции, здесь она будет... Здесь она будет делиться. Здесь она будет готовиться для продажи. Здесь будет большая сортировочная линия голландского производства, которая уже запускает. Значит, в августе мы все это здесь установим, запуск в сентябре месяце. Овощевод теперь собирается выращивать огурцы и помидоры не только в летний период, а круглогодично. Кроме того, такое расширение позволит начать строительство собственных электропостанций и вырабатывать электроэнергию, которая будет доставляться и жителям города Волжского. У сотрудников овощевода в Рио губернатор интересовался объемом работы и уровнем зарплат. Сударев уточнил, что при выходе на круглогодичное производство и число сотрудников, и их заработок увеличится. Кроме того, приток инвестиций на существующую площадку овощевода или любые другие площадки региона отразится и на ценообразовании, что в результате жители Волгоградской области останутся в выгоде. Чем больше будет тепличных комбинатов, тем будет дешевле продукция. Естественно, на нашем рынке будут есть овощи натуральные. А и качество. Ведь все, что здесь производится, идет подкормка на молекулярном уровне. То, что необходимо растению дается, лишнее здесь не получается. То есть управляет растением компьютер от человеческого фактора здесь уже не зависит. По словам Юрия Сударева, и его поддержали коллеги по бизнес-сообществу Волгоградской области, региону не хватает конкурентного уровня. Даже с соседями тягаться пока нельзя. Основная причина – отстранение власти от создания промышленных площадок с коммуникациями, на которые могут зайти инвесторы. Андрей Бочаров предложил обсудить эту проблему подробнее и выработать совместные решения. Однако первоочередная задача, по его словам, все же – пополнение бюджета. Какие должны быть формы поддержки со стороны государства, со стороны области, они должны определяться. В том числе, общаясь с представителями бизнес-сообщества, во-первых, во-вторых, во-вторых, и исходя из своего бюджета. Третий вопрос – от этого мы никуда не денемся. Если на сегодняшний бюджет в Ростовской области, я думаю, что это порядка 150 миллиардов, может быть, больше. Два раза больше. Да, вопрос. То именно форма поддержки совершенно другая. Если на сегодняшний день нам, надеюсь, удастся, в том числе вместе с вами, делать так, чтобы предприятия развивались, да, и промышленный комплекс, да, агропромышленный комплекс. Я хочу сказать, что понятно, что налогов здесь не так много. Ну, если брать вкупе, если брать с промышленными производствами, ну, тем не менее, это необходимо это делать. Также на выездном совещании с бизнесменами, временно исполняющий обязанности губернатора, высказал мнение, что власть региона должны подключиться к активному продвижению местных товаров на Волгоградском рынке. Однако ответственную за данную работу никак не снимается с производственников, считает глава региона. Важно о том, чтобы мы через такие коммуникации, в том числе земляческие, смогли людям давать возможность реализовывать товар. Но мы также должны понимать, что это улица с двухсторонним движением. Что если на сегодняшний день потребитель приходит в магазин, он хочет покупать именно такой товар в такой упаковке, в таком формате. Да, другой он не хочет покупать. Если он будет выставлять продукцию, которая будет неинтересна сетям, его покупать не будут, у него будут убытки. Встречи с бизнес-сообществом региона Андрей Бочаров предложил проводить регулярно, в том числе для того, чтобы отслеживать реализацию задачи и принятых совместно решений.